всем привет с вами эндумер и соответственно эндум маппинг контест 2024 категория модерн сегодня от ивана нефёдова также известного как гранит мастер и уровень называется артефакт land of curse то есть земля проклятых под doom 2 формат карты и dmf целевой сурспорт g the doom 48 у меня как раз 482 уровень сложности ультра вайланс прыжки приседания фрилук все используется сам гранит мастер написал то что идея карты пришла когда он скачал quake one текстур пак с риум 667 изначально карта планировалось гораздо больше размеров но для конкурса я поубавил амбиции и урезал ее спасибо просто спасибо знаю я творческий потенциал ована нефёдова поэтому за это благодарность ну что ж запущу карту и прочитаю сюжет который он здесь написал а саймон саймон сказал окей давайте найдем артефакт а в левом верхнем углу какие-то осколки солнца ноль штук 120 монстров три секреты появляются кулаком ныне с пистолетом саймон говорит найти артефакт значит найдем итак гранит мастер пишет действие происходит техномагическом мире где есть магия и технологии главный герой саймон из страны стали слышал про загадочный артефакт о котором в последнее время ходят слухи говорят он может дать силу и власть своему владельцу но находится он в землях приклятых что там произошло никто не знает многие люди отправившиеся места пропадали без следа но саймон полно разрешимости найти артефакт забрать и вкусить его мощь получится ли у него получится конечно пистолет у меня нет о играют музыка из какого-то сериала на нтв какого-то детективного прорасследованиям но нет конечно эта музыка из херетика красиво выглядит пока очень здорово видеть как горит это лава очень сильно напоминает мне все это дело майнкрафт артефакт land of кёрст by гранит мастер нажимаю на этот обелиск я получаю только кредит ну что ж хорошо реальная пещера и реально майнкрафтовская куча лавы что-то горит очевидно что сейчас мы найдем наверное скелета лучника может быть даже и криперы который кто-то готовит окей несмотря на то то что гранит мастер говорит то что все было вдохновлено квейком один пока что вижу вдохновленность только херетика в плане музыки плюс эти патроны на пистолет на посох два саншарда я нашел показывает нам кино о нет эти камни содержит небольшой жар который иногда сияет во тьме но этот феномен ред редок они очень ценятся некоторыми фракциями они особенно цены для тех кто потерял свою душу или для тех кто проклят черт не успел прочитать соответствии с тем что они верят они могут ослаблять эффект проклятия отлично у меня всего два саншарда если это местная валюта то окей что это невидимая ракета парящая в воздухе что это или это магазин какой-то знаю ивана нефедова я буду удивляться весь уровень проходя его проходя его потому что я прекрасно знаю какого нефедов умеет удивлять и я буду назвать гранит мастера иваном нефедовым просто потому что мне так привычно надеюсь что он за этого на меня не обидится у нас какие-то стражи и очень сильно узнается его стиле его почерк потому что играл я в его карты очень много и он всегда маппит под you dmf за редкими исключениями кроме того самого вада 30 years with doom от нашего russian doom комьюнити где ему его заставили на маппит под бум так то он маппит всегда под you dmf и вот эти вот огромные пустынные локации наполненные всякой сячи на непонятными какими-то вещами и структурами типа ухты смотрите огонь дамажит типа вот этих вот невидимых ракет или стоящих каких-то нпцшников это прям настолько обычное классическое для него дело что я вот вообще не удивлен все это видит но тем не менее интригует интригует и я знаю то что он умеет магет you dmf это его дом родной его поле его вочина поэтому здесь он должен развернуться на полную катушку и и показать что-то что-то интересное вот тут я готов тут я заряжу мне прям очень хочется увидеть что он подготовил так стоп это я вернулся самым началом но откуда откуда здесь появились духи что за фигня откуда здесь я думал это какое-то новое место ну они что-то охранять здесь это нпцшники здесь же не было духов меня ж не таращит правильно не было никаких духов откуда они реально взялись окей значит единственный путь который я могу избрать это вот в эту хижину через точнее эту хижину окей пошли паук ладно неплохо не ожидал я увидеть паука но тем не менее о нет от бертольда борто для марии люд дорогая мария я очень сожалею что я не что я не могу покинуть город наш лорд кайн и его хенчмены хотят провести ритуал никто никому не позволено покидать город и никто никому нельзя зайти говорят то что что-то пошло не так мы все в опасности в проблеме я надеюсь что это письмо сможет остаться в этом падшем месте все кажется то что кат сцену я запустил зря а нет нет окей еще паук как-то кринжом они выглядят у них как будто человеческое какое-то лицо перевернуты стоит флажок топор я получил топор левая обычная атака правая так видимо это у меня альт правая это особенно атака почему здесь из детства какие-то духи какие-то призраки меня это немного напрягает не знаю кстати насколько хорошо подобрана здесь музыка здесь мне кажется для пещер больше канает что-то такое более мрачное более какое-то темное тяжелое отлично паук умирает с одного удара знак клейка чуть немного логнуло когда к нему подошел а у них еще есть и рывок ничуть они кстати дамажит кто-то сбросил покрывало с кровати так какой-то витраж даже есть интересный ивану нефедову очень тесно в рамках дума я вам так скажу и dmf это все все его вся его вотчина потому что человек реально любит какие-то рпгшные заходы как-то более раскрывать возможность именно и dmf точнее возможности дума посредством dmf делая то ли рпг какое-то то ли какие-то сюжетные заходы видео текстовые вставки по человеку реально тесно очень тесно но редактор ему удобен ему нравится в нем работать поэтому вот такие вот вещи из-под его пера выходят но почему же всегда так пустынно и почему всегда так странно эта книжка кстати валяется а очевидно то что это из трупов появляются духи но откуда появились духи марайна в дунгаев и почему здесь эти духи просто стоят что это за огромная статуя пинки страшно какая-то вот я говорю проклятой город ok у ивана нефедова очень какое-то очень своеобразное какое-то специфическое понимание вещей и настолько все выглядит в его уровнях сюрреальным каким-то вот эти огромные пустые пространства это духи это призраки статуи какие-то боровы и все такое это конечно прикольно это очень своеобразно так больше никто не мапит но насколько же странно что это за руна интересно такая постоянно ощущаешь себя каким-то тупым потому что ты просто не понимаешь не выкупаешь о чем иван нефедов хочет донести хотя выглядит это все конечно занятно вот туда же стол на котором всякие паверейджи точнее food дверь не может быть открыта кто-то держит ее с другой стороны тяжело дышит я же говорю рпг элементы рпг элементы такая вот столовка какая-то мясо какое-то кружка суп все лежит тут кажется кушает суп вилкой да кто-то вилку рядом супом положил возможно оттуда нужно чё-то а вычерпывает и бегают пинкари один точнее это продавец на какой-нибудь пистол он стреляет бёрстом то есть взрывом каким-то ну чё себе отлично мало кстати патронов у меня все четыре патрона пистолет какой-то маленький какой-то пришибленный как будто игрушечный в огромной лапе думгая он как-то выглядит вообще своеобразно так но на пауков я наверно не буду тратить пистол и так патронов мало разрубаю топором хотя каждый раз получаю тычку не очень удобно он попытался сделать чардж но я поймал его мид эйр сколько пауков побежало и все это очень странно но должен сказать то что я уже говорил неоднократно в предыдущих уровнях других дельцов о том то что всегда хочется видеть чтобы человек выпрыгнул из своих рамок сделал что-то принципиально новое в том числе для себя а патроны у меня есть кстати у пистолета есть отдачи и отдача бросает мой взор вверх здесь по-любому нужно включать маус-лук это по-любому потому что потому что реально обзор бросается вверх из-за отдачи я я не могу играть без маус-лука в таком случае так вот я точно вижу то что ивану нефедову не удалось сделать что-то ну по крайней мере пока что что-то что кардинально отличало бы его работу от его других работ но опять же как я говорил в уровне мэн вид гана это не требуется это не требуется в рамках контеста но в рамках развития маппера конечно было бы здорово но пока что выглядит как в принципе такой довольно обычный уровень вот иван нефедову интересно какой эффект под этой водой интересно почему так это какая-то священная вода что ли кота особенно о нет это же это же джо somebody save us кто-нибудь нас спасите джо умер сидя на толчке какая прозаичная смерть от него осталось лишь лужа крови джо мы помним тебя ты в наших сердцах для тех кто не знаком с творчеством ивана нефедова возможно это все будут пустые имена пустые звуки но те кто реально шарят за ивана нефедова сейчас умиляться вспомнив храброго джо который пал смертью храбрых пытаясь отомстить за маму желтая дверь открыта примечательно то что мне ничего для этого не нужно было делать я просто взял ключ и дверь сама собой открылась даже нажимать ни на что не пришлось кстати импы бродят там в в окнах но как туда попасть я не знаю давай даже в таком уровне мне хочется набить 100 процент килгаунтер так вот берешь ключ дверь открывается очень удобно даже ничего нажимать не надо о боров это боров опять же для тех кто далек от мемов во всех связанных с гранит мастером расскажу то что боров это вот этот огромный пинкарь который однажды в одном из уровней выскочил на меня совершенно внезапно и я настолько сильно удивился офигел и опешил то что то что этот монстр запомнился мне особенно это было на стриме и кто-то на стриме по моему миша богданов придумал сразу кличку этому монстру назвав лоборов причем очень метко назвал вот уж не думал что буду рубиться с боровым на топорах привыкли руки к топорам но борову кажется это все все нипочем интересно боров кусает сильнее чем обычные пинки ли он просто большой вот почему здесь стоит эта статуя это храм борова забору в стемпу окей я уже не забыл сказать что мы в пещере отчетом на потолке да это реально майнкрафтовский формат пещеры сверху небо ладно и гранит пастеру только дай волю разгуляться он говорит что он о внезапно говорит что он сильно урезал карту и если бы он этого не сделал я вообще не представляю чтобы здесь было здесь бы наверное была полноценная рпг игра слушайте но я не собираюсь биться с этими спектрами на топоре мне кажется это плохое плохое занятие несмотря на килл каунтер кстати монстры здесь увеличиваются аддитивно это я уже тоже обратил внимание ну реально бить их с топора не представляется мне просто возможным если можно будет вернуться потом окей вернусь и расстреляю их но пока что не музыка поменялась нужна руна чтобы вступить в испытание найдите прикольную руну и сломайте печать смотрите-ка какая-то отсылка на дум 2016 хотя возможно на первый квейк и просто плохо помню первый квейк что это почему она летала в воздухе я ее кстати взял и ничего не произошло мне как было 5 так и осталось серый серый персонаж найден привет странник моё имя серый сергей что ух ё-моё свет моё имя светло-серый я темный маг новичок мой друг я минный ворон он исполнил проклятой ритуал в библиотеке но что-то пошло не так и теперь мы запечатаны неконтролируемой энергией я думаю что большое число саншардов поможет ему я готов обменять твои саншарды на на броню или на соус на сферу еще кое-что не иди в комнату с фиолетовыми овощами я минный вором внезапно разлил там какое-то зелье и и что-то там в общем какая-то комната с колоннами через нее нельзя пройти только если ты взорвешь что-нибудь дофигеть я говорю вот я просто повторюсь в очередной раз иване фёдоров мысли далеко-далеко за рамками и за гранями если бы реально не ограничение мы бы здесь получили просто рпг-ху который проходить надо было бы неделю ну все я понял тебя пит рейвен или кто там ты светло-серый серый голубой давай заканчивай свой пассаж все я запомнил не ходите в комнату с фиолетовыми овощами не ходите в комнату с колоннами это я понял ну хватит я уже насмотрелся на этого сергея пожалуйста дайте мне обменять мои соу шарды или как их там сан шарды ох какие же долгие здесь к сцены прикольно то что текст уже исчез а иване федор все еще держит так интересно сколько стоит соус фера вам нужен зеленый ключ а я понял кстати тоже прикольная музыка вам нужен фиолетовый ключ это броня ясно ух ё-моё мы пришли сюда из сумеречных земель чтобы овладеть темной магией и стать новичками вы знаете то что темная магия стала обычной практикой в во многих странах мира после великой войны но теперь ужасная вещь разделила мирно пополам и уничтожила его окей стрей чу стрей стрей это я что код что ли стрей струя или тот стример ты я чем-то похожи мы больные люди которые пришли сюда за секретным темным знанием ты пришел сюда за мощным артефактом и мы объединяемся еще кое-что а мы наверное мы вряд ли чего-нибудь достигнем но я верю наш успех до самого конца я надеюсь что ты выполнишь мою просьбу и сможешь заполучить крутую броню или жизненную силу 13 шардов на за армор 13 шард for armor for 13 до поняли что 3 за хелс мне столько нет бай что еще а вот кстати самые руны о это я уже видел так это кажется все что он может предложить и он видимо даст мне ключ и я получу что мне надо ну хорошо буду иметь ввиду спасибо за магазин я не знаю почему меня так забавляют вся вот эта сюжетная составляющая вот этот корявейший период не дарун они дарун пэлэс ов думт дворец проклятых обиталище великого магистра лорда кая он кстати красный ключ кстати из херетика пусть великое блин великое таинство темной магии с не зайдет на нас ну пусть пускай попробует я если чё готов правда хп у меня маловато нифига себе пинкар меня укусил хочу хоть броня есть топор конечно далеко не тот который был в уровне от куроджа шипту ду который барона складывал с двух ударов как же он медленно замахивается нет я понимаю сейчас набегут сторонники реализма что вообще такое скажут ты попробуй замахни сам топором что за офигительно жирный лосойл что-то еще за комната такая ладно слишком много вопросов на которые очевидно никогда не получу ответы очень много здесь нужно рубиться на топорах и вот это первый существенный минус этого уровня ты притом обменявшись я собираю эти шарды просто чтобы взять хп или броню которая с меня все равно собьют вот это реально а чё он спит ты вдруг тут уже во все рубка идет над златом над каким-то чахнет или на черепами короче первый существенный минус этого уровня в том то что здесь сумасшедшая беда с патронами приходится рубить этим слабым топором и второе почему спят монстры то есть какие-то импы стоят спинами и вообще даже не двигаются с учетом того что бой уже вовсю идет ну ладно это я понимаю чем прикол это косяк с этими дев монстрс кстати альтом здесь бить это прям вообще супер не не представляется возможному настолько долго замахиваться топором что тебе уже напихают и вот это вот махание топором чересчур избыточное в этом уровне я не знаю может потом я понахожу кучу сильного оружия кучу патронов на него но махание реально избыточное то есть ну куда это мне чем-то напоминает опять же уровень от шедоумена который был инквизитор 4 демо где нужно было денно и ночно открывать ящики чтобы найти какие-то патроны и ящики иногда бывали взрывными и ты короче вынужден был загружаться потому что умирал и вот это что-то типа этого ты должен просто дрючать этим топором при этом растягивая и так нифига не короткий уровень как я уверен ну и разумеется рассчитан на какую-то хп-шку или что-то подобное тоже не предоставляется возможным валяются иногда позорные вот эти газевовские аптечки не более того еще лифт есть везде что-то написано любой текст который точнее любая книга который валяется текст а еще и когда фига его знаете мне кажется то что а иване федоров это реально идейный наследник шедоумена вот прям шедоумен современности я не знаю как так получилось но у них очень много в общем библиотека семьи дарк ривер проклятие лежит на этих гениях и перешло на лорда каина к его сомнению он значит он даже взял библию и что-то переписал ее но ответы были только в неприятии каин расстроился он хотел жить и хотел чтобы прошла церемония но самим артефактом он стал пытаться поговорить с ним но если он не справится то мы все прокляты я уже не буду заморачиваться особо на том чтобы дословно переводить потому что это опять же охренительно растянет уровень саймон я никуда не пойду я я не подойду к этому дерьмо ну ладно почему это же тот артефакт который ты ищешь или нет внезапно это стальная пушка я не должен я не даю я не должен тратить ракеты я должен разорвать блокаду хорошо я вас услышал я не буду пользоваться буду продолжать махать топором дальше это так офигенно доставляет мне удовольствие кстати секрет есть на этом уровне а какую блокаду ты ух удалось убить импас одного удара это удивительно какую блокаду что мне надо пробить давайте попробуем запишемся может быть вот так нифига подобного окей видимо мне нужно было сходить в эту библиотеку чтобы найти рокет лаунджа хорошо идем дальше а вот и холмайт ну я представление не имею как его не федор хочет чтобы я с холмайтом сражался на топоре это явно будет очень долго вот давайте инфа здесь внимание будьте осторожны с этими дверями они могут подбросить вас и вы можете решить прыгнуть и не забудьте про мимиков они могут притворяться объектами еще ракета это что ли блокада а смотрите где нарисовано да вот это прикольно где нарисовано вот эта серебряная ракета там значит тебе нужно пробивать блокаду что это пар до пар который подбрасывает наверх вот наконец-то пошли какие-то интересные штуки шутган дабл пауэр а благо благо доски шаган двойная мощь да реально благо доски он перенес его вот какие-то приколы по типу разрушаемых стен и паровых вот этих платформ которые помогают тебе перемещаться вертикально вот это прям хорошие заходы это прям вот это реально крутые идеи реально креативные я уж не знаю а придумал ли их иван нефедов сам или где-то подсмотрел но вот это реально круто вот это прям офигенно и да как вы могли догадаться я уже точно не буду заморачиваться стопроцентным килкаунтером потому что ну слишком мучительно как-то здесь по патронам все поэтому мне просто не хочется на это распыляться интересно как взять синюю броньку смотрите-ка шахматы внезапно стоят что еще есть в этих уровнях о это секрет кстати и что я подобрал а редрун окей я смогу пройти испытание ох как плохо тут этот стол стоит дай ты реально не выходишь а я я я это не выходишь без приседки не совсем понятна мне эта логика но хорошо что приседания не вырублены иначе пришлось бы читерить так ладно пытаюсь вспомнить что здесь еще было ладно я не буду сюда возвращаться это челевата спектр меня там уже секьюрит так синяя дверь была там она открылась хорошо магазин вон там окей давайте попробуем сюда зайти испытание внезапно классическое все ох щит ну я теперь на сто процентов уверен то что гранит мастер вдохновлялся думал 2016 причем достаточно сильно вдохновлялся кстати не просто было а саймон усилился офис панч стал сильнее саймон говорит что он усилился окей ладно так стоп это откуда я же уже убивал холлайт да ё-моё это лифт а я же там еще не не везде был очень необычно стрелять из бладовского шатгана в думе кстати вот тут что и за что мне отдельно нравится и ваня федоров так за то что у него открываются абсолютно все двери какой бы ни было дверь она сто процентов откроется так что это мэйл ган а теперь гвозди ваши друзья хорошо меня это устраивает нэйл ган к слову уже был и к слову был он опять же у того же куроджа шиттуду но я не могу сказать что иван нефеодов похож на куроджа шиттуду иван нефеодов похож разумеется на шэдоу мэна в гораздо больше чем чем я когда-либо об этом думал то есть все вот эти заходы инквизитора или чего-то еще прямо очень-очень ему близки смотрите как гробы прямо как у кисадил и спрятаны в нишах и здорово наверное быть одним из первых кого я посмотрел на этом контесте потому что а это мимик такой быстрый это мимик который спрятался замаскировался под аптечку офигеть это чем-то уже карабшин карте повеяло кто со своими кто мимик второй так я стрелял все он сдох почему не оставил труп не знаю в общем а инферно у скай говорил о том и славиус тоже то что плохо быть последним плохо быть где-то в конце потому что какие-то трюки есть общего мапперов и а если мы что-то из вас уже увидели то с каждой последующей карты от другого участника мы все я ссылаюсь на вторичность то что это уже был у кисадил это был уже украджи шитуду и все такое несмотря на то то что мапперы разумеется каждый делали свои уровни свои вещи как-то независимо вот поэтому в конце быть плохо но на все воля рэндом 1 рэндом так распорядился значит так то мой бы и какой же крутой реально этот шатган блатовский прям супер удовольствие с него стрелять выковский портал ухты едем по крутому долгому слопу не нравится эта поездка кстати папа даже попрыгать можно и что не подсказывает то что конец уровня где-то далеко снова повальное использование холлайтов но ни одного барона товарищи мапперы участвующие в контесте вы что там сговорились что ли у вас какой-то уговор был негласный не использовать баронов или почему почему в своем уровне нет барона закрыта так гвозди мои друзья я это помню вот эти витражи кстати классно выглядит но все равно все равно вот иван нефетов не избавился от своей одной из главных проблем как ни крути вот его тянет к этому гигантизму тянет делать все огромным и большим и у него опять же вы видите да все большое все здорово огромные колонны огромные залы но так пусто босс высший жрец вор ты был наказан для за свое вторжение в этом место место прямо с большой буквы написано ох синий огонь кстати очень сильно выглядит синий огонь реально выглядит красиво вообще очень красиво мне это прям супер напомнило уровень умбрекипер который назывался вайл вайлы где был фиолетовый огонь огонь у аршвайлов это тоже очень красивый кажется то что это обычно аршвайловская атака высший жрец а кстати у меня есть патроны на рокете очень красивый огонь через насколько у него хп жалко то что гранитмастер не добавил индикатор количество здоровья у босса как обычно делать свой могу даже сюда его вывести зря не закрыл конечно вот эту вот эту ворота но кажется что монстры не могут сюда попасть а значит я сейчас буду бесплатно стоять из-за угла раскидывать нет он может он может вот засранец ей так вот а локации очень большие очень здоровые но очень пустые несмотря на то что он пытается работать с дизайном пытается добавлять какие-то вещи все жрец лег все равно ощущается все это очень пустынным очень гем-то не наполненным что ли и ну вы просто посмотрите на этот зал он реально огромный но он практически никак не детализован и это печально это тоже я скорее отнесу в минус потому что здесь иван нефедов прямо ну упорно не хочет развиваться у ивана нефедова мысли и задумки бегут намного дальше впереди нежели чем реализация то есть он может может позволить себе написать текст на английском прогнав его через какой-то голимый переводчик но мы видим какие здесь офигенные просто орфографические ошибки и все вот это это всегда был свиток вот например вот это да сказано что кайн переместил артефакт в другое место назначение этого места написано в свитке внезапно он адресуется как каком-то конкретному алтарю кажется что вы потеряли след этого сокровища о господи the end the end the end умер конец ну давайте показывайте будет ли это конец очевидно что карта супер незавершена потому что амбиции идеи ивана федова опять же идут куда как больше тайм-лимита куда как дальше и хотел он сделать прямо офигенную историю развязку спектры он что-то бегают выселяться но получилось очень коротко и более того 13 шардов кажется что даже нельзя набрать здесь так что end или нет будет все это финал надо еще ждать круто круто реально круто но но как-то есть ощущение какого-то хаоса какой-то абстракции и к сожалению незавершенности не знаю возможно ошибкой было замахиваться на какой на такие какие-то глобальные вещи писать какой-то текст давать затравку на такую далеко идущую историю возможно все это было ошибочным можно было как-то уложить вот это все в рамки вот этого небольшого тайм-лайна сделать уровень который закруглял бы все углы по этому короткому сюжету истории или чего-то подобному также получил также я думаю что это выглядит больше как техно-демка какая-то уровня который будет проходиться пять часов и который выйдет когда-то там потом это довольно довольно обрезанно выглядит более того махание топором немного раздразило и к тому же отсутствие какого-либо дизайна огромных помещений ну реально задушило иван нефедов не хочется этим никак справляться и разбираться равно как и менять ошибки в тексте допиши ты уже на русском поэтому поэтому уровень хорош безусловно хорош много интересных решений по типу разбиваемых разбиваемых стен и паровых вот этих вот платформ которые поднимают наверх кстати давайте посмотрим что было здесь я напишу чит я же говорил тут не было духом и посмотрим здесь же еще одна была стенка разбиваемая я точно помню это какое здесь кстати есть оружие топор кулак сильного саймона есть обычный пистолет не только голимый а вот винтовки нету есть только ссг блатовская наилган никогда не любил кстати наилган не виделся никогда сильным оружием остального оружия нет окей давайте посмотрим где то здесь была та стенка и к сцены не скипаются и идут очень долго это тоже конечно очень хорошо саншард видите сколько приколов сколько изобретений сколько всяческих фишек он здесь придумал надумал и хотел реализовать но насколько все это получилось обрезано и кастрировано вот вот это жалко и вот этого конечно прям не хватает хотя целом карта очень хороша вот пока что из всех кто 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 участвует в группе модерн из всех кого мы посмотрели а остался только один инфернал sky и ванне фиотов точнее гранит мастер использует фичи ю дмф по джизе дум на полную катушку вот он именно да именно использует прям полностью их как надо все остальные кого мы смотрели используют ю дмф для джизе дума постольку поскольку а вот у него прямо на этом все базируется и зижница то есть если бы взять предыдущих каких-то конкурсантов и убрать буквально там одну-две используемые ю дмф и чевых уровнях вот просто убрать то это будет чисто уровень под бум или что-то типа этого у ивана нефедова так не получится у ивана нефедова абсолютно все завязано именно на на ю дмф и без него просто ничего не будет просто ничего вот она эта стенка барон да ладно вот это секрет секретов это самый лучший секрет который я видел на этом контесте 5 кстати может быть и реально здесь насобирать 13 шартов если учитывая что что я не все секреты нашел может быть и реально но ради чего ради долбанной брони или соусферы кстати это даже не секрет был а просто на пытливого игрока который вернется самое начало уровня чтобы глянуть что здесь хотя патронов дофига тут лежит и барон самая лучшая награда конечно же я говорю баронов вы не ставите своих уровнях а тут вот в какой-то веке барон появился это прекрасный 6 синяя броня кстати что ж вот такой вот уровень я все по нему в принципе сказал поэтому ссылка на плейлист на думаппинг контест 2024 в описании под этим видео там же ссылка на дискорд канал и на телеграм-канал оставляйте ваши комментарии скажите как понравился вам уровень спасибо за то что посмотрели этот выпуск до встречи в следующих пока